Лазарева суббота. В этот день православная церковь воспоминала чудо воскрешения Христом праведного Лазаря. В день праздника глава Донской митрополии совершил божественную литургию в храме Вознесения Господня Донской столицы, рассказывают корреспонденты телестудии Дон Православный. Четыре дня праведный Лазарь пробыл в гробнице и был воскрешен. В Лазареву субботу верующие вспоминают участников этого евангельского события, их действия и слова. В памяти сестры праведного Лазаря Мария и Марфа, подавленные горем, ученики Иисуса готовы следовать за Христом куда угодно. Православные вспоминают каждое действие Спасителя, явившего чудо, которое удивляет верующих и по сей день. Почему же всесильный Господь медлит и не идет к праведному Лазарю, когда тот болен, недоумевает народ? «Не умер бы мой брат, если бы ты был здесь», — упрекает Иисуса одна из сестер. И спустя четыре дня другая сестра, горячо верившая Господу, хочет остановить его, просит не открывать гробницу. «Лазарь, встань и иди вон!» — этот властный призыв звучит сквозь тысячелетия. «Лазарь был воскрешен». Один из главных моментов этого события, помимо самого воскрешения, — слезы Иисуса. Зная о том, что смерть ему подвластна, он плачет об умершем Лазаре, так как любит своего друга и сострадает ему. «Этот день воскрешения Господа праведного Лазаря — особый день для нашей жизни. Это день нашей радости, это утешение, это залог жизни вечной, который мы празднуем, отвечаем, торжествуем, лопызаем, к которому мы приближаемся, который входит в наше сердце. Общее воскресение, в общей радости желаю всем вам, дорогие мои отцы, братья и сестры. Укрепляйтесь в вере Христовой, Господь нас никогда не оставит. Он всегда близ при нас, Он рядом с нами, Он помогает изменить нашу жизнь». Лазарева суббота стала прообразом страданий и воскресения Христа, который ради любви к людям, ради веры в их сердцах и ради их спасения выбирает такой путь.